мужские деньги легкие деньги вот допустим мужчина принял деньги он сразу раз им я дал легкие деньги женские деньги нелегкие если женщина отдала мужчине деньги она об этом не забудет никогда поэтому женскими деньгами для себя для своих целей не досьми для себя как бы ты берешь же день не связывайся пожалеешь она запоминает каждую копейку мужчина легко как бы отдает женщина легко служит мужу она заботиться там приготовила легко убралась то есть и легко служить заботиться там помочь мужу легко мужчине заботиться очень тяжело а скеза конкретно там помыть что-то убраться постирать это вообще тяжело очень но если он любит жену он может это делать для нее женщина если сильно любит мужа она тоже может свои деньги ему отдать с определенными ограничениями мужчина тоже с определенными ограничениями может помочь ей но то что просто надо понять если женщина вы обижаетесь что он не может даже посуду помыть женщина если вы обижаетесь на это я вам расскажу историю как я помогал жене готовить я искренне старался она меня попросила пожалуйста порежь салат я искренне старался я начал резать салат прямо искренне очень резал и она подошла ко мне говорит надо тоньше резать огурчики тоньше понимаете когда я начал резать тоньше начал потеть потому что для меня это очень сложно тоньше резать мне легче допустим кирпичи расколоть а тоньше резать огурчики это для меня капец я вспотел тяжелый труд понимать тонко резать огурчики вот мужчина так устроен женщина вы его не переделайте он такой у него нет такой тонкости восприятие во всем он если решил что-то зашить у него будет шов не такой ровный как у женщин у женщин от природы очень тонкие чувства она может все тонко сделать тонко зашить допустим женщина посуду моет она не может видеть это пятнышко вообще она с ума от него сходит и надо его брать что все было чисто а мужчина ничего страшного пятнышко пятнышко чудо вообще он как бы не париться с этим разные очень разные и мужчина именно любит женщину за ее аккуратность вот что она такая вот аккуратно он ее за это любит а женщина любит мужчину за его как бы целеустремленность за его характер надо поэтому дать человеку быть самим собой и надо от него ничего требует другого то очень важно понять как мы устроены но очень важно понять мужчине что женщина она контролирует территорию как собачки знаете они всегда писают под деревьев знаете почему они контролируют территорию я как бы не сравнивать я просто вам говорю с мужчиной вы должны знать если две женщины в одной квартире начали жить каждая из них убирается по-своему одна поставила это суда другая суда бог ты мой все у них такой такая проблема в этом есть глубочайший смысл почему женщина убирается вообще прибирает все расставляет мужчина если вы что-то расставили в квартире знаете что через какое-то время это все перейдет на какие-то другие места потому что для женщины важно что все квартире было так как она хочет и в этом есть большой смысл почему потому что когда в квартире все стоит так как она хочет она начинает наполнять эту квартиру счастьем потому что когда она все в квартире сделала как она хочет в этот момент она испытывает там большое счастье не очень хорошее настроение она везде смотрит и везде как она хочет и как хорошо в этой квартире и как только женщина испытывает такое счастье всем хорошо в квартире потому что энергия счастья от женщины распространяется на всех даже насекомые которые живут в квартире испытывают счастье когда женщина там чувствую часть я серьезно вам говорю даже собачка чувствует часть дети чувствуют счастье в квартире конечно же муж муж приходит в квартиру который жена чувствует часть его сразу расслабляет ему хорошо становится а мужчине очень важно чтобы его расслабляло потому что самая главная проблема в жизни мужчины это перенапряжение почему мужчины курят почему мужчины пьют почему женщина меньше курит и пьют я не знаю как у вас здесь стране но всегда меньше везде потому что она меньше перенапрягается женщина по природе чем больше человек стремится к чему-то какой-то цель тем больше он перенапрягается просто по судьбе и поэтому ему очень важно мужчине расслабление ему нужно расслабляться понимаете и если у женщины работа находится дома основная женщины дома не отдыхают они дома приходят домой что они отдыхают нет они начинают там что-то делать потому что это поле деятельности для женщины это место где она трудится мужчины это не место где он трудится мужчина приходит домой его расслабляет сразу он муч дома отдыхает ему надо там расслабляться если женщина чувствует что ей нравится в этой квартире она чувствует себя уютно рядом с такой женщиной мужчина легко расслабляет поэтому мужчины не не мешайте ей создавать уют, пускай сама все там расставляет, пускай, как она хочет, самое опасное женщине подарить на день рождения мебель в квартиру, пускай она сама ее выберет, то есть ты выбрал, подарил, она с ума потом сойдет, она все равно поменяет на то, что ей нравится, то же самое платье, лучше дай ей возможность самой выбрать на день рождения, чем сам покупай, потому что ей очень трудно выбрать это платье, у женщины чувства очень чувствительные, в 6 раз более чувствительные чувства у женщин и мужчины, я провел эксперимент, понимаете, я чувствую людей, я знаю кому что подходит, я чувствую какой цвет, какая форма человеку подходит, один раз я своей жене выбрал 40 видов сережек, которые я считаю, что ей понравятся, сфотографировал ей, выслал, из этих 40 ей понравились только 2 вида, вернее 3, и когда я их купил и привез, она из них носила только 1 вид, потому что, как оказалось, впоследствии эти 2 тоже ей не понравились, и я понял, что лучше вообще туда не лезть в эту тему, пускай сама выбирает, это невозможно просто, такая избирательность очень сильная у женщины, поэтому ей очень важно доставить все в квартире, как она хочет, сделать все, как она хочет, как ей нравится, иначе она с ума будет сходить просто в этой квартире, женщина, если чувствует, что в квартире что-то не так, как она хочет, она не может там быть счастливой, а ей надо сделать все, как ей хочется, все. И мужчины поймите, что если смотреть, допустим, на энергию, то в квартире не мужская энергия, в квартире женская энергия, мужская энергия это что? Это пушки, флажочки, треугольнички, квадратики, жесткие такие структуры, но в квартире у всех что? Цветочки, бабочки, какие-то мягкие такие линии, кровать такая, а такая мягкая, нежная, понимаете? То есть вся квартира соткана из чего? Из женской энергии, занавесочки в узорчиках, шторки в узорчиках, все женские энергии в квартире. Не мужские. Если там мужчина кабинет свой по-своему хочет сделать, и тоже она туда влезет и что-нибудь по-женски сделает, потому что она ей будет раздражать. Понимаете? Это нужно для того, чтобы мужчина расслаблялся, потому что женщина с женской энергией расслабляет. Она дает покой мужчине, дает ему возможность отдохнуть. Так действует женская энергия. Поэтому мужчина должен женщине дать возможность в квартире сделать все так, как она хочет. Потому что иначе она, ни она счастья не получит, ни ты не получишь. Продолжение следует... Продолжение следует...